Вопрос по существу Если пренебрегает памятью, оно в итоге утрачивает свою идентичность, традиции, и у такого общества нет будущего. Меня зовут Сергей Баженов, и я приглашаю вас к разговору. Сергей Баженов. Родился в селе Беренихина Прохоровского района в семье учителей. Базовая специальность – инженер-электромеханик. Экс-мэр областного центра. Заместитель губернатора Белгородской области. Кандидат социологических наук. Действительный член Академии наук социальных технологий местного самоуправления. Один из участников разработки концепции регионального солидарного общества. Инициатор городской социальной акции «Мы белгородцы», призванный общенародно сформулировать ценностные принципы жителя областного центра. Руководит департаментом образования Белгородской области. Уверен, что сферу образовательную необходимо трансформировать в воспитательную, исключив зубрежку и перегрузки учеников. Награжден медалью за заслуги перед землей Белгородской первой и второй степенью. Сегодня мы немного изменили образ программы и пригласили нашего гостя на Прохоровскую землю. В этом самом зале обычно собираются члены попечительского совета Прохоровского поля. И наш сегодняшний гость, его председатель, идейный вдохновитель беспрецедентного проекта по созданию в Белгородской области музейно-исторического комплекса по сохранению памяти о знаменитом Прохоровском танковом сражении «Третье ратное поле России». Я рад представить сегодня нашего собеседника, члена Совета Федерации Николая Ивановича Рыжкова. Здравствуйте, Николай Иванович! Здравствуйте, Николай Иванович! Здравствуйте, Николай Иванович! В этой программе мы каждый раз ищем ответы на вопрос, как построить на Белгородщине солидарное общество. Сегодня я предлагаю найти эти примеры в нашем совсем недавнем историческом прошлом. Известно, что история – лучший учитель, а большой жизненный опыт нашего гостя дает нам такую возможность. Николай Иванович, спасибо, что вы сегодня решили с нами поговорить на эту очень серьезную, на мой взгляд, тему. В 2009 году, как вы помните, Евгений Степанович Савченко, наш губернатор, затронул очень, на наш взгляд, важную сферу, без которой мы сегодня не сможем развиваться. Наступает на смену рыночной экономики, идет новая конкурентная модель экономических отношений. Он говорит, что я не знаю, как ее можно назвать, постиндустриальное общество это будет, будет ли это общество информационное, или как-то по-другому оно будет называться, но оно должно быть справедливым, и нравственное содержание такого общества сегодня должно быть иным. Не все в это сегодня верят, не все думают о возможности построения такого общества. Некоторые считают это утопией, и в ходе нашего разговора мы пытаемся доказать, что это не так, что примеры солидарности в истории нашего государства, в истории нашей Родины есть, они рядом и сегодня. Как вы считаете, вот возможность реализации такой задачи на территории благополучной, скажем, со всех точек зрения Белгородщины, как вы это неоднократно отмечаете, возможно ли? Евгений Степанович смотрит на эту проблему с региональной точки зрения, потому что он губернатор области, и, естественно, он заботится в первую очередь о своем регионе, о своей области, о своем народе. А если говорить вот расширительно, то это вообще задача и всей страны. Совершенно очевидно, что очень многие невзгоды, которые обрушились на нас, они являются результатом того, что общество не солидарно. Но оно же было, мы же из Советского Союза все вышли, а мы же не просто социализм. Были, но из Советского Союза, значит, нет. В Советском Союзе тоже были определенные лозунги, определенные призывы, определенные наработки. Мы строили социализм. Это другой разговор, какой мы построили социализм, какие на недостатки, какие преимущества. Но, по крайней мере, была, если можно сказать, национальная идея. И она объединяла людей, ну, основную массу, потому что, ну, объединить людей всех до одного человека, это дело нереально. Но надо объединить большинство людей, чтобы они понимали, куда идти. Вот, но Советского Союза нет. Лихие 90-е годы вообще мы жили без какой-либо идеологии. Вот, а 2000-е годы, когда стал президентом Владимир Владимирович Путин, постепенно, постепенно началось формироваться, все-таки, я его называю, я называю национальной идеей. Дело в том, что в Конституции записано, что не может быть одна какая-то идея, вот, ну, все это намек, конечно, на коммунистическую партию бывшую. Поэтому, как говорят тогда, в горячах и записали, вот, что такое не может быть. А на самом деле, на самом деле, вот, постепенно, шаг за шагом, и в том числе и президент, уже сегодня, он не называет национальной идеей, он называет по-другому, но это одно и то же. Пример китайцев. Почему у них неплохо пошли реформы, начиная с 79-го года, Дэн Сянпина? Почему? Да потому, что за эти годы каждый китаец, каждый китаец, он что-то получил, понимаете? Он раньше, значит, плохо питался, он сегодня нормально питается, он сегодня обеспечен зерном всех. Значит, раньше ни одного галстука у них не было, вся униформа была, сегодня они, значит, одеваются, хорошие автомашины есть и так далее. То есть, вот если... То есть, выиграть должен каждый человек? Да, да. Тогда он поверит в это дело. Значит, социальное расслоение. Разве, разве сегодня не вопрос номер один, не только? Ну, в области, я должен сказать, как раз в Белгородской области, это не очень заметно, незаметно. Все равно он волнует людей. Ну, волнует, значит, может быть не так, как в целом по стране. А если, значит, по стране взять, значит, 10%, допустим, наиболее бедных людей и 10% наиболее богатых людей, соотношение теоретически считается 16 раз. А на самом деле, одни считают 25 раз, значит, бог его знает. Я думаю, где-то около двух десятков раз. В Советском Союзе такое соотношение было 4,5. Мы считали это нормальное явление. В Швеции было 3,5. Вот, мы не стремились 3,5, потому что у нас была Средняя Азия. Там много детей, скромный образ жизни был и так далее. Поэтому народ никогда не согласится, что есть вот такое будет расслоение, что одни слишком богатые, слишком богатые, значит, олигархи, имеют миллиардные... Но это явно несправедливо. Ну, конечно. Пока не будет социальной справедливости, значит, народ трудно объяснить, что давайте, ребята, будем работать хорошо для того, чтобы солидарное общество было и так далее. Скажет, вы сначала решите вопрос. Решите вопрос, почему такое большое расслоение. Я, кстати, слышал, что некоторые недруги, так скажем, называли вас бревном на пути перестройки. Было. Но я вот видел, насколько вы здравомыслящие тогда говорили, что надо идти не так. Вот что прошло не так? Я считаю, что, несмотря на то, что сделано очень много было в стране, плановая система, и перед войной создали индустриализацию, война после войны, вот, мы очень много сделали, но наступил момент, когда мы начали пробуксовывать. И поэтому я еще, будучи генеральным директором Уралмаши, я очень часто выступал в прессе, Уралмаш давали возможность выступать. Я выступал в прессе, что нужны перемены, нужны перемены, чтобы мы действительно на заводах были хозяева завода, чтобы мы распоряжались результатами своего труда. Вот, к сожалению, к сожалению, это после Косыгинских реформ. Я помню, как Госплан расписывал, вот для тарелки в столовой нельзя было приобрести. Я работал на Уралмаши, у нас было 52 тысячи работающих, и мне писали, сколько надо рабочих основной профессии, сколько вспомогательных, сколько инженерно-технических работников, сколько конструкторов и так далее, и тому подобное. Все, что мы зарабатывали, государство забирало. А потом я ездил в Москву с шапкой, говорю, дайте, значит, вот, на строительство детского садика, на строительство жилья. То есть, эта система, она хорошая была, когда была мобилизационная экономика. Надо было мобилизовать страну на какие-то решения. Допустим, 30-е годы, индустриализация. По-другому там невозможно было. Поэтому я был в числе тех, кто считал, что в стране нужны перемены. Но я, как человек, который заводчанин, 25 лет отдал Уралмашу, я, конечно, думал о экономике. В первые годы я поддерживал Горбачева, там, 85-86 год. В 87-м году я почувствовал, что, значит, ветер поворачивается в совершенно другую сторону. И начали, как говорят, разговоры, потом все больше и больше обсуждения и действия, чтобы менять государственное устройство. И тогда я говорил Горбачеву, что экономику можно менять и реформировать только в том случае, если государство будет сильное. Вот если оно сильное будет, мы в состоянии это сделать. Ну, вот как Китай. И оказались правы. Вот. Но нельзя трогать и экономику, и государственное устройство. Нет, значит, была теория. Я примерно представляю, кто это делал. Это Яковлев Александр Николаевич. Он, как говорят, умный мужик. Но иезуит был еще тот. И он, конечно, очень много вреда наделал. Он влиял на Горбачева. И пошли, что надо менять государственное устройство, менять конституцию и прочее. И вот тут началось наше грехопадение. То есть мы и экономику не реформировали, и государство, по сути дела, развалили. У вас было тяжелое вообще премьерство, Николаевич. Очень тяжелое. Особенно еще связано с целыми рядом катастроф. Да, к сожалению. Чернобыльская катастрофа, которую вы сразу приняли как удар и как организатор. И потом спитак. Как в этот момент было общество, на ваш взгляд? Даже трудно представить, но мне легче было работать, чем обычно. Легче. Потому что, я не знаю, или это менталитет нашего народа такой. Нас действительно мы долго запрягаем. Это точно. Мы расслаблены и так далее. Но если какая-то беда, народ совершенно по-другому себя ведет. То же самое было во время этих двух катастроф. Объединение было невероятное. Даже мне, как примеру, было легче принимать решение. Потому что я знал, что если я принимаю решение, никто мне абсолютно... Оно будет поддерживать. Оно будет обязательно выполнено. Ну, к примеру, решили гасить реактор песком и свинец. Ну, песок там рядом, значит, был. А свинца-то нет, значит. И дали указания. Я дал указания по телефону, по радио, по телевидению. Везде только есть свинец, где бы он ни находился. Вот немедленно поверните все на атомную станцию. И все было остановлено тоже сутки. И все эшелоны пошли в наш адрес. Вот, Николай Иванович, вы абсолютно правы. И мы с предыдущими собеседниками тоже возвращались к этой теме. Что нам что, надо постоянно беда, чтобы мы сплотились. И вот я в вашей книге «Экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной войны». У меня есть ваш и личный подарок, спасибо, с надписью Дарсина. Я очень им дорожу. В этой книге вы даже сделали такую главу «Война и общество». Вот вы пишете, что немаловажным источником духовной крепости людей были лозунги и призывы. Наше дело правое, враг будет разбит, мы победим. Скажите, а какие лозунги нужны народу сегодня, которые бы нас объединили? Если бы сегодня объявили, ну не то что конкурс, а предложение. Дайте, пожалуйста, формулировку солидарного общества, объединяющая и так далее. Конечно, ни одна формула была бы. Ну вот Федоров, который Евгений Степанович предложил лозунг, он берет за душу. Жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех. Я думаю, да. Это, кстати, принципиальное положение, которое является, ну, в какой-то степени водоразделом между определенной частью нашего общества, особенно интеллигенции. Вы знаете, что мы воспитывались в советское время, а в советское время некоторые постулаты, если можно выразиться, они ведь, значит, взяты из раннего христианства, от Моисея. Абсолютно. Возьмите заповедь коммунистов или как, значит, кодекс. Строителей, кодекс строителей коммунизма. Ведь это же Моисеевский. Это 10 заповедей Моисеев может быть переложены на современный язык. Так и здесь, значит, вот я отношусь к тем государственникам. Я государственник сам, вот, который считает, что в первую очередь мы должны работать для общества, для государства. Вторая часть людей, особенно либерального толка, те говорят, чепуха. Государство, оно должно существовать, будем платить налоги ему, но каждый живет только для себя. Это принципиальный вопрос, принципиальный шею. А что надо сделать, чтобы он так начал развиваться? Я вот, как человек, который сегодня руковожу образованием, я начинаю понимать, что нам необходимо вопрос воспитания начинать даже не со школы, а с детского сада. Человек именно в этом возрасте впитывает добро, что такое, что такое зло, что такое духовность, что такое любовь к родине, любовь к родителям. Она же отсюда. А мы на протяжении многих лет делали другого человека. Делали, чтобы он был успешный, чтобы он думал о себе, чтобы он думал, как стать лидером. Вы правы, меня, допустим, тоже этот вопрос беспокоит. Да не только меня, и тех людей, которые я знаю, которые близки по убеждению, с моими убеждениями. Ну, давайте говорить откровенно. Вот мы прошли, как говорят, мы тоже были комсомолец, да? И не просто был, и секретарь комсомолец, и зам завора областного комитета комсомола. Тем более, и я был комсомолец. Все мы были комсомольцами. Ну, давайте говорить откровенно. Неужели мы не понимаем, что, допустим, сибирская какая-то гидростанская, гидростанция братская, или Саяна-Шушинская, она не могла бы построена без комсомола? Да ну, конечно, нет. Неужели вам мы не построили бы без комсомола? Конечно, построили бы. Но, я считаю совершенно правильно, что в данном случае объявляли комсомольские стройки. То есть, людей настаивали на созидание. Народ ехал, может, за запахом тайги там. Да, к нам на Белгородчике, у нас же было две комсомольско-молодежные стройки. Да, да, да. Значит, за запахом тайги, то есть, романтика. То есть, мы увлекали народ, чтобы он понимал, что вот есть Родина, есть какие-то задачи. Это совершенно правильно, потому что сегодня мы живем в каких-то разных плоскостях жизни. Вот многие, в том числе вы, я, вот, и, значит, многие другие, мы вот понимаем жизнь вот так. Мы из советского совета. Да, 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 мы понимаем это дело так. А те, которые, значит, понимают по-другому, к сожалению, у них средства массовой информации. Слушайте, если, значит, кругом по телевидению, значит, молодежи говорят, как заработать миллион, как стать миллионером и так далее, ну, так постепенно он и будет понимать, что вот это идеал. Это идеал, это идеал миллионера, а все остальное, это, значит, так. Они ведь не видели ничего. Они ведь, вот, воспитываясь на этом ящике, им показывают, и они считают, это нормальное явление. Так что, вот опять мы возвращаем в солидарное общество. Если действительно, значит, вот, иметь национальную идею. Ну, он назвал солидарное общество. Я называю национальной идеей, объединяющей людей. Если действительно им иметь такую идею, и страна поймет, что это нужно, тогда должны все работать на это, в том числе вот этот экран должен работать. Абсолютно с вами согласен. И этот экран как раз работает. Не все, правда, нас поддерживают и говорят, что и мы взялись за ненужную работу. Но я здесь абсолютно согласен с Евгением Степановичем, что если не сеять, не пахать, урожай не снимишь. А вот скажите, Николай Иванович, вы теперь вошли в историю Белгородщины, да, из всей страны, как создатель великого, на мой взгляд, исторического музея, посвященного Прохоровской земле, нашему величайшему в истории войны танковому сражению, третьему ратному полю России. И первое, с чего вы начали эту работу, совместно с губернатором, вы взяли на себя миссию построения храма. У меня были очень хорошие отношения с патриархом Алексием II. И то, что этот храм построен, во многом его заслуга. Когда вот был создан попечительский совет, все это в тумане еще все было. Ну, в том числе была нарисована картинка, наверное, на одной страничке вот этого храма. Я позвонил Алексию II, я уже в отставке был, позвонил ему, и он принял меня. Я ему, значит, сказал, вот создана такая организация, вот, значит, мы ставим задачу такую, и показал эту картинку храма. Он говорит, ну что, очень достойный проект, и так далее. Я говорю, Ваша святейшая, вы, говорю, утвердите тогда, вот, прямо на этом, чтобы мы, проектанты, знали, что вы поддержите. Он говорит, пожалуйста, только давайте, говорит, вместе. И вы тоже. Есть историческая фотография, мы вдвоем подписываем. Она, по-моему, и здесь у нас. Только картинка, и все. Вот. Ну, и потом он приезжал на открытие, он часто здесь бывал, и мы не зря, и не случайно мы поставили ему памятник, вот, стоит рядом с нами. Я пришел с вами. Памятник Алексея II. И вот, когда первый раз он освящал, ведь, патриарх, вот этот храм, в 95-м году, и во время, ну, после обеда так, нам беседовали с ним, он говорит, Николай Иванович, ну, а где вы сейчас? Я говорю, да я, говорю, по пути к храму, по пути. А, ну, двигайтесь, двигайтесь. Проходит 2-3 года, он опять здесь. Он опять задает мне вопрос, помню хорошо. Николай Иванович, ну, а сейчас вы где? Я говорю, я где-то около ограды. Ну, давайте, двигайтесь. Третий раз. Николай Иванович, ну, а сейчас-то вы где? Я говорю, переступил уже ограду. Я говорю, перед входом храм. Ну, он засмеялся, говорит, ну, это все-таки, значит, вас... Эволюция есть. Я не говорю, что я все время хожу на службы, там, значит, я... Нет, я не хожу, вот. Но я с глубоким пониманием отношусь и к верующим, вот. И считаю, что, ну, по крайней мере, у меня очень много за эти 20 лет изменилось. Вот особенно 90-е годы, особенно 90-е годы, когда, я бы сказал, обрушилась вообще и экономическая, и бездуховность вообще обрушилась, вы знаете. И, знаете, церковь взяла на себе огромнейшую роль. Понимаете, у нее... Она очень сплоченная церковь. Если брать нашу компартию, где, в которой мы были, она примерно структура такая же, сверху донизу. Ну, значит, это может и неплохо. Владыка Иоанн разделяет такое сравнение. Да, да, да. А на самом деле так. И то, что они в то время подхватили, вот такую вот, то, что была бездуховность, они как-то показали, что приходите, вот, значит, есть духовная жизнь и так далее. Я не говорю, что все побежали туда, но очень многие пошли. А вот скажите, вы же экономист, вы хозяйственник, роль церкви понятна, объединение еще. А вот роль бизнеса сегодня. Мы говорим о том, что бизнес должен быть социально направленным. В чем должна быть эта социальная направленность бизнеса? Если мы сегодня брали с вами пример советского времени. Вот завод. У него был свой детский садик. У него была своя подшефная школа. То есть он взял, брал на себя дома отдыха, здравницы. Он брал на себя целый ряд забот государства. Я не очень верю. В социально направленный бизнес? Потому что, да, потому что это совершенно разные плоскости нашей жизни. Бизнес есть бизнес. Что это такое? Это получение прибыли. У нас примеры на Белгородчине сколько много. Он говорит, вот я вам налоги очистил, а вот ваше дело, значит, куда вы там денете. Садик будете строить или школу, или что-то еще. Это ваше дело. Какой социальной направленности, если мы с вами, и вы, и я, и тетя Маша платим 13% подоходного налога? Да, 13%. И Абрамович платит 13%. А на дивиденды, которые он получает, в основном, ведь у него же не зарплата, вы насколько понимаете, миллиарды. Не зарплата. Это там у Грефа, там, значит, и Роснефти по миллиону в день они получают. По миллиону в день. Нет ни одной страны высокоразвитой, которой была бы такая плоская шкала. Это несправедливо. То есть вы считаете, что сам бизнес к этому не придет? Нужны государственные регулирования этих отношений? Я считаю, что он придет через благотворительность, и где-то он поможет, значит, так. Он это сделает. Но взять на себя нагрузку, социальную нагрузку, чтобы он ринулся детские сады строить, там, школы и так далее. Я в это дело не верю. У них, понимаете, у них разные назначения. Николич, ну, наверное, вы правы, по большому счету. Ну, вот у нас на Белгородчине очень много примеров, когда бизнес, в том числе участвовал в строительстве храма, участвует сегодня в строительстве нашего музея Прохоровского танкового сражения, участвует во многих делах. Вот на Белгородчине я все-таки могу привести много примеров и конкретных фамилий людей, которые откликаются и не по принуждению, там, губернатора, а уже из своих собственных убеждений. Вот. Евгений Степанович. Я знаю, они, значит, дают деньги такие-сякие, ну, дают, потому что вот есть он, понимаете, он авторитет для них. Они прекрасно понимают, что если, значит, он говорит, слушайте, ребята, надо помочь, они понимают, что надо помочь. Если бы был другой человек, он бы сказал, надо помочь, они так сюда, пошло, отсюда выскочило. Это авторитет руководства. И в данном случае я не зря показал фотографию Евгения Степановича. Николай Иванович, я, наверное, задам еще очень один непростой вопрос. Вы родом из Украины. С Донбасса. С Донбасса. И, безусловно, те процессы, которые происходят сегодня в нашем некогда дружественном государстве, некогда общей территории, они вас беспокоят. Вот, скажите, вот наша вот эта солидарность славянская, она сейчас, что с ней вообще происходит? Я родился как раз около Донецка. Вот, кстати, на днях город Зержинск, ну, когда я родился, города не было, были шахты. А потом в 1953 году они срослись, поселки, и стал город Зержинск с 1953 года. Вот, две недели назад переименовали, значит, теперь он не Зержинск, а Торецк стал. Поэтому мне, конечно, небезразлично, что там происходит. Вот, потому что могилы моих родственников все там находятся. Я каждый год летом всегда ездил туда, каждый год, это, значит, как закон Божий был. Я уже второй год, два лета уже не езжу туда, потому что, я понимаю, они меня пустят туда, вот тут на переходе 40 километров, а там неприятности будут большие, потому что я в черном списке там нахожусь, значит, так. Меня больше всего, честно говоря, беспокоит то, что все, что происходит, вот, ну, мракобесия, я бы это по-другому не назвал на Украине, вы знаете, это происходит с нашим родным братом. Вы думаете, что в то время, в советское время, там не было людей, которые, значит, чтили бандеровцы, да были, конечно. Я сам служил на Украине, помню этот момент, западную Украину. Но они прекрасно понимали, прекрасно понимали, что если они активно начнут действовать, то к ним будет принято определенные меры. И они это все знали, им не хотелось, как говорят, в Сибирь ехать, там, заниматься заготовкой древесины, значит. Так, эти же руководители, они шаг за шагом, то, значит, они бандеров легализировали, то еще что-нибудь, потом, значит, дали возможность им маршировать, потом, значит, пенсии там и так далее. И самое главное, за 20 лет они воспитали молодежь. Вот в чем дело. Разве сегодня эти бандеровцы играют твою роль? Да с них песок сыпется сегодня, там осталось единицы. Потому что 20 лет воспитывали вот эти ребят, которые сегодня, по сути дела, майданы руководят и прочее. А наша вина, я не стесняюсь этого вам говорю, где были послы наши? Где наши были послы 20 лет? Они что, не видели, что делается под боком? Мы прозевали, мы прозевали. Мы должны были давно поставить вопрос, ребята, или вы бандита воспитываете, или, значит, что вы хотите, дружбы? Ну, вот и кончилось тем, что они нас ненавидят сегодня. Ну, Николай Иванович, тут уже как бы, кто разбил чашку, понятно. А склеим ли мы ее, или вообще будет ли новая чашка? Вот насчет склеивания. Склеится рано или поздно, но, на мой взгляд, это требуется время. Требуется достаточно большое время. Разрушали очень быстро, а склеивать, я думаю, будет. Меня беспокоят, в первую очередь, эти вот две республики. Донецкая, Луганская. Я абсолютно убежден, что жить они не будут вместе. Это для меня совершенно очевидно. Может быть, может быть, произойти так, что на первых порах, допустим, им дадут какие-то особые полномочия. Может быть, такое начнет, разрешается вот это, вот это вам, вот это. Я думаю, они пойдут на это. Им лишь бы только, чтобы они были в составе Украины. Они все пообещают. Но я на сто процентов убежден, даже если они примут такие решения, особый статус этих двух республик, через несколько лет они заберутся это, заберут опять этот статус, как с Крымом было, примерно так же. Я знаю там народ, я хорошо знаю. Я сам родился в шахтерской семье. Знаете, шахтеры – это не профессия, это образ жизни. Он под землей, не знаю, выйдет, не выйдет. Народ там достаточно серьезный, серьезный. И шахтеры, и металлурги, и все-таки развитый регион, очень развитый. Вот, поэтому я очень переживаю. Не знаю, честно говоря, я не знаю, чем это все кончится. Ясно, что рано или поздно какие-то решения будут найдены. Ясно, что Крым им не видит, как своих ушей. Им надо кончать и болтать языком. Никогда мы Крым не отдадим им. Никогда. И в этом мы все солидарны. Да, абсолютно. Значит, мы никогда больше Крым не отдадим. И хватит. Никиту поэкспериментировал, отдал по пьянке, значит, так. Все вернули. То, что вернули, вернули. И сколько бы они там ни шумели, значит, сколько бы они душили нас санкциями, это все бесполезно. Крым мы никогда им не отдадим. А вот в отношении двух республик, конечно, вопрос, по-моему, под таким большим вопросом. Но то, что они никогда жить не будут. Может, время на чашку склеят, и все. Я, кстати, почетный гражданин города Зажинска. Я на днях, он мне звонил. Я говорю, ну что, господин, значит, глава Торецка смеется. Я говорю, ты мои портреты поснимал уже, там или нет? Нет, ворот, весят. Я глубоко убежден, что наступит время, когда мы будем все равно вместе. А вот ближе к нашим... Я убежден, что это будет, но это будет сложный процесс. Сложный. Пример вашего служения в памяти Великой Отечественной войны является для нас образцовым. Скажите, а вот это третье ратное поле России, оно что для вас? Самое интересное, что с Белгородской области меня до 93-го года ничего не связало. Я знал область, знал Пономарева. Вот 23 года я связан с областью. Я считаю, что это вот в моей жизни вот третье, третье, значит, территория, третье общество, которое жил, это Денпас. Это юность, зрелость, это Урал, и, значит, духовная, я бы сказал, жизнь, это здесь. Конечно, эти два с лишним десятка лет, они не прошли бесследно. Я по-настоящему узнал область, узнал народ. Вот много говорят о патриотизме. Честно говоря, многие затаскали это слово, очень святое слово патриотизма, святое слово. В Белгородской, в нашей области, слово патриотизм, это не пустое слово. Понимаете, здесь, ну, по-научному аура такая, то есть, вот, значит, воздух такой пропитанный. Здесь не надо агитировать за патриотизм. Здесь все, здесь вся жизнь, вся жизнь абсолютно настроена на патриотической основе. Вся. Так, может быть, правильно, что Евгений Степанович выдвинул такую идею построения солидарного общества, и мы будем здесь, может быть, первыми, кто эту идею будет продвигать. Мы построим на Белгородщине, мы сможем это сделать, как ваше мнение? Я думаю, при общем, вот, таком внутреннем содержании области, народа, я думаю, это совершенно правильное предложение. Я не говорю, что это легко будет сделано. Но шаг за шагом, сегодня один вопрос, завтра третий, четвертый, пятый, а в конце концов, это солидарное общество. Николай Иванович, спасибо вам за то, что вы и мне предали сил. Я желаю вам успехов, самое главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!